Всем привет, дамы и господа! С вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из No Limit Moda. Ваше внимание, предлагаю бой 3 на 3 Тао против Космодесанта. Поехали! Две сильнейшие расы встречаются на No Limit Moda друг против друга. На карте Акведукт. Все, естественно, это соперники, союзники Винера модифицированы, последняя версия. Смотрим, что получилось. Бой был достаточно зрелищным напротив того, что в предыдущем эпизоде мы с вами смотрели 1 на 1 Гвардия против Орков. Ну, как я говорил, бои 1 на 1, они достаточно слабые именно с точки зрения смотрибленности, неинтересны. Никакого масштаба, никакого эпика, много беготни, много микроменеджмента, возни, но с точки зрения массового зрителя это неинтересно. Этот бой, напоминаю, этот реплей, как и все Snow Limit Moda из Soulstorm'а можно купить, приобрести и посмотреть отдельно уже у себя на компе от лица любого из игроков. По всех подробностях цена вопрос 50 рублей, но подробности в описании под видео и еще подробнее можно узнать на главной странице в группе ВКонтакте. К реплею прилагается и сама карта, чтобы вы ее не искали, ничего, он просто не воспроизведется, ну и сам мод, действительно, тоже. Но бой достойный. Здесь было и мяско, и довольно трудно было в определенные моменты, напряженный. Ну и, конечно, в сражениях 3 на 3, ясное дело, что противников больше, союзников больше. Ну и, соответственно, эпичности гораздо больше, чем в сражениях дуэльных, которые я не люблю. Именно из-за того, что они неинтересны. Я играю в основном для того, чтобы показать бои зрителям, а не для того, чтобы просто в них поиграть. Ну, пока все тихо идет. Стандартный расстрой, захваты. Точек карта здесь выполнена в виде таких своеобразных двух крепостей, которые находятся друг напротив друга. Чем-то она похожа на ошибку Бифи, только в режиме 3 на 3, а не 2 на 2. Карта, естественно, нестандартная, на оригинале ее нет. Тут-то захватил Тау, значит, точку у своего респа, но Космо прибежал, уже ее снимает, потому что не успел Тау застроить пост. А здесь уже сидит космодесантник. Дуну думает, как же ему победить, моих Тау. Пока особо дамагу он не получает, череп не выводит, не подсвечивает, но только пока. Высокий прирост я не ставлю в боях на ноу-лимит моде, потому что довольно просто будет играть, быстро протечется до элиты, соответственно. И к первой атаке Винера массированные у вас уже будут войска уровня Т3 точно, а может быть даже Т4, если быстро сможете протечется. При этом, опять же, за Тау можно спамить толпу неувидимых на Т2, которые разберут при наличии двух командиров практически все, что он сможет против вас выставить. Вот, поэтому, учитывая, что сняты лимиты везде, в том числе и на элитные юниты, на ноу-лимит моде никакого смысла квикстарта ставить нет. Это только упрощает игру. Ну, а высокий прирост, в принципе, особенно на что не влияет, просто быстрее чуть-чуть развивается. На Винер тоже развивается быстрее. А вот на квикстарте он не сможет все использовать преимущество этих вот быстрых ресурсов. На квикстарте можно играть на оригинале, там, где есть лимит, говоря, на войска, и вы не сможете вывести двух командиров, не сможете вывести, там, не знаю, 50 эфирилов, 50 рыб молотов. Там квикстарт будет более актуален. Шмир. Максимально протянул время, сидя здесь командором и сваливает. Чтобы я не разрушал его точки и не мешал им застроить. Чтобы открыл, он не успевает застроить, сваливает из строителя, видишь, что начинается отхват. Сейчас, плазменный пистолет. На другом фланге здесь пока все не очень-то уж хорошо. У одного из Винеров. Центральная точка реликтовая проиграна. Вот в центре забрал. Тау Винер. Эс пока подсуетился. Расстреливаю точку. Одним паком Микси-15, другим захватываю релик. Вывел сервачерпи, все-таки Винер. Не понравилось, что начинает его базу уже прессовать. И гоняется здесь за клубами. Круты не мои, как и воины огня. Это Винер из центра пришел помогать. Плевкает и все огонь. И, кстати, Т1 прошел вообще практически без войск. Винер только одного командора вывел. Два пака у него было не грейженных, естественно, скаутов. И вот сейчас он пошел уже выводить войска в уровне Т2. Прокачивая штурмовиков, мандоров, СМов. Не очень хорошо здесь дал Винер. По-моему, этот должен понять. Да, скупает. Огонь по нему ведется довольно жестко. С точки. Уничтожая один из постов. И казалось бы, что тут вот все уже поломано у товарища. Но на самом деле у него не очень все поломано. Кстати. Нет, обратно забрали Тау свои посты. Есть. Захватили, кстати, на стороне космодесайнника центральный Тау тоже точку. Ну, а ресурса для Винера хватает. Высокий прирост, полуторократный относительно человека. Поэтому для него достаточно. Даже три точки ему вполне. Заедет. А вот с другой стороны контратака разносят. Значит, Ау Винер точку на реликте. Босс. А тут пытаются продавить штурмовиками его. Штурмовиками и плазмой. Тоже неизменный сервачереп для подсвета. В центре тут дела совсем хреново. Товарищи Винера. Я имею ввиду Тау. Потому что космодевается. Мне приходится сваливать. Я просто разрушил. На меня тут зажали. И приходится резко отсюда утекать. Я играю через своих XV-15. Я не делаю ничего, кроме командора. И быстро-быстро ухожу в течь. Можно, конечно, было спамить много войск. Но Винер все равно пережмет. Пережмет. Да еще и быстрее протечься, крин. Поэтому здесь выбор, как на ОМОДе. В таких картах. Быстро и течь с минимальным количеством войск. Мне приходится его прикрывать и подставлять свой фланг. У меня уже Т-4 почти есть. В восьмой минуте. Монка. Ну и рыбы молоты не за горами. Если было бы сейчас атака, было бы туго. Потому что два отряда невидимых, которые должны были сдерживать технику, они вынуждены идти на дальний фланг. И прикрывать товарища Винера. Тау. Мы видим здесь печаль тоска. Прижали вплотную. И никаких гвоздей. Прикрывает из центра еще один Винер. Тау. Вынужден отступать. Здесь я пробегаю, но в центре тоже огромная толпа уже косма. И они, в общем, идут контратковать и сносить реликт. Мы остаемся вообще без реликтов. Все реликты захвачены космодесантом. Да, центральный реликт снесли. Ну и все. Поиграл один из Винеров. И его просто раскатывает. Один В один космодесантник. Плазма. Серые. Два командора. Дредд. Куча плазмы у... Скаутов. Ну и как антитех. Глайдеры. И с другой стороны атака на меня идет. Все. В этот момент подсуетились. У меня два отряда невидимых. Вообще с другой стороны там орудует. Вот видите, их на карте. Они там подсвечены. Давайте повтор приобретете. Что вот сами посмотреть. Я пока показываю то, что считаю нужным. И там, где считаю нужным. У меня тоже ломают посты. Ломают мне экономику. Несмотря на то, что у меня уже пост прогрежен. Его даже починить сейчас неким и нечем. Все в деле. Выходит рыба молотая. Выходит командора. Но тут довольно жестко выходят кризисы. Решаю себе двух точек. Остаюсь на еще двух. Косма не знает жалости. Которая оканчивается успехом. Отбиваясь. Я думаю тут проблема уже и в центре. Ссыл же императора, так сказать. Рабы ТР. Атакуют и центрального ТАУ. Атакуют уже вдвоем здесь, по-моему. Тянет пока. Здесь только красный СМ. Но даже его достаточно, чтобы продавить. С другого фланга мы отбились. Тут совместными усилиями. И мне уже приходится своих невидимых пробрасывать. Сюда. Ну и веду войска, чтобы прикрыть его. Опять база у меня открытая в этот момент. Ну частично я там оставил небольшой гарнизон. Но рыба молотая. Кризисы им пришлось перебросить сюда. В центр. И нужен подсвет. Потому что не было. Не было ни разведов. Ни эфирила. Центрального ТАУ. Его прикрывают с другой стороны. Только что. Буквально атакуемый. Фу, рянян-то усид. Неплохая команда игра идет. Тащу эфирила. Даю орбитальный удар. Цвет. Все его подсвечены здесь. Скауты. И с плазмой. Справляются они к императору. Но давление продолжается. И вот мой уже пошел с моего края. Тоже в центр. Увеличивает давление СМ. Мясо нарастает. Внутри они естественно все. Может быть даже уже кто-то в Т4. Самое печальное, что реликты. Реликты у космонтезанта на данный момент. Все три релика. Почти все войска сосредоточены и у Винеров, и у меня, и у Косма, и у Тао. В этом месте идет крупномасштабная атака по центру. Сразу шесть армий тут сошлись. Винер теряет казармы, но строит их в другом месте. Имеет центральный Тао. Не могут они прорваться через этот проход, хотя для Космы это не особо большая проблема, учитывая его возможность десантироваться. И он может строить орбитальных центров связи бесконечное количество. То есть вы не с одного можете десантироваться, а сразу там, скажем, с десятка. Плюс в казарму влезают 20, наверное, отрядов терминаторов. Вы можете их тоже сбрасывать с одной казармы. Построить казармы 3 вам вполне хватит на 60 отрядов терминов. Я уже поедем против шести. Так. Делал. У меня было, по-моему, 3 или 4 казарма, и оттуда терминаторов 50 отрядов скидываю. Одновременно. Это было гипермясо. Бой тоже, возможно, к приобретению доступен. Пока я его не показываю, но если вы хотите посмотреть раньше, репку, ну, ты милости прошу. А один против шести не каждый день на нау-лимп-муде бои проводят. С 50 отрядами терминаторов в одном миссии. Да и карта суперская. Сиди вы ее вряд ли найдете. Если только в паках. Винтер Гаунт. Хаук Эдишн с пушками, орудиями Титана на входе в крепость, которым вы можете управлять. Ну что, деф идет, деф идет, Космо пытается прорваться. Здесь нужна была критическая масса. Она была недостаточной для того, чтобы попытаться продавить ресурсы на пределе. Потому что, вы видите, для нау-лимп-муды это все фигня. Там десятки тысяч должны быть, чтобы быть уверенным, что вот, есть какой-то запас. Хотя 331 по влиянию уже при росте 215 по энергии. Космо ступает, потому что подходит Тау из другой стороны, и он уже в Т4 тоже. И он тоже стоит рыбами-молотами настреливает сверху. Делает то же самое, что и я. Зеркальная игра. Да, Космо ступает. Не хватает ресурс для продолжения, так сказать, давления. Вынужден, свалить. Перегруппироваться. И в этот момент мы переходим в контратаку. Увидимки в основном Винеровские. Да и Эфирюк, Винера тоже. Я его ближе не подвожу. Сделает он орбитальный удар. Пошла опять атака на меня через центр. И я вынужден здесь смещаться, потому что я вижу, что еще и Диссан сбрасывается. Дефился я там хорошо вместе с Винером, но надо уже было решать что-то со своим чуваком. Да, ведь он сбрасывает Диссан, что начинается контратаку уже на моей позиции. быстрый и динамичный бой идет. Тао. Тао это феноменальная мощь на ноу-лимит моде. Никто их не смогли взойти. Ни Некро, ни Космо, ни Ильдары, никто. Тао это просто дикая имба. И на этом моде вскрывается вот тот самый дисбаланс. Хотя на оригинале его так сильно не видно. При масштабных сражениях Тао имеет всех. Ну я это уже неоднократно показывал в своих видео. И в 2, и в командных боях в флэере. Достаточно количества ресурсов Тао неостановимо, если вы умеете на них играть. И не важно как играет игрок против вас, Тао все равно дистанции имеет от всех. Два предвестника играя вообще по другой тактике. Два предвестника играя тупо через Гроидов делаю несколько главок, делаю кучу генераторов и идет такой постоянный спам через дроидов успел все-таки вывести, кстати, олендов СМ, причем мой СМ, который больше всего пострадал в самом начале от нажима на него с поломанной экономикой. Это был последний оленд, так как реликты я у него снял. В центре все еще не могут, они тут никак. добраться до реликта. Куряне. Вот тут пошли дроиды и пошли предвестники. Эту тактику я Венеру тоже привил и за его предвестником тащит толпа дроидов, которые расстреливают все, что вокруг него и есть, из пехоты особенно. В общем, делайте двух предвестников, делайте кучу дроидов, делайте кучу генераторов. Ну и продвигайтесь так постепенно спамят. Теперь надо делать те, что в каюне, где дроиды мощнее, где воины огня стреляют дальше, ну и невидимками разделывайтесь с техникой, соответственно воинами разделывайтесь с пехотой, дроидами танкуете. Все. Идете постепенно прожимаетесь, успеваете все делать, если у вас нормальная экономика, все остальные делают могучее движение зубами. Конечно, зависит много от карты, если она еще и небольшая, к тому же вы просто будете с своего респа простреливать половину респа противника, ломая ему экономику и не давая нормально выйти на вас. Пожалуй, только эвешники смогут это дело хоть как-то отконтролировать за счет тяжелого вооружения, там, с дефа турелями, с ракетными установками, которые смог дроидов мочить бейнблейд, лемоны, это деф, когда они пойдут в контратаку, тогда у них началась проблема, все тяжелое вооружение он сразу не перебросит, но лемон рус тоже застреют, если сгорающим друг другу, если на место мало. Вот, а Тао будет продолжать обмешаться дроидами и уйдя далеко предвестников, до них никак не достать, и они не дадут им проехать, а вы будете постепенных невидимщиками выпиливать и расстреливать пехоту и тяжелое вооружение теми же охранителями эфирила. На оригинале он один, охранителей соответственно всего четверо, но вот такой орбитальный удар и все тяжелое вооружение отправится к императору. В центре тоже выходит ленд, но реликт уже снял винер Тау винер косма и здесь так я замесняю до свидания лендрайдер он один вообще ничего не сделает против толку рыб молотов у меня здесь идет сбойня ленд теряет твой оппонент винер я перехожу в контратаку стягиваю все войска уже в этом месте дефон закончено по центру надо было сейчас решать бой затягиваю для 3х3 20 минут это еще нормально и вот видите толпа телохранителей ферила я даже не делаю воинов огня обычно потому что это бессмысленно вы просто делаете ферила и каждые полторы минуты у вас новый отряд плотных телохранителей которые стреляют дальше и стреляют быстрее больнее и вот пошли дроиды с предвестника это конечно такая бижонская была выход по сути рыбы молоды не справлялись состоятельно но я уводил массу дроидов и массу рыб молотов это замес согласитесь повеселее чем эгэ против порка одного но эгэ против двух порков было примерно так же весело моментами даже еще и более мясо с другой стороны прижимают прижимают космаря пока он еще пыхтит и релик все еще на его стороне но винер поставил 3x88 по центру и практически вся техника разлетается в секунды здесь все дожат мой винер прекрасно понимал что ему не вырваться просто огромная толпа телохранителей и еще новые выходят от тех же самых фирилов куча командоров ведут такой успешный обстрел дистанции 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 но и здесь тоже видите все кончено практически у косма был шанс в самом начале он прижал и вот этого винера с другого края и по центру прижал чувака и на так сказать меня он надавил очень основательно но потом дом он не смог потом тау достигли критической точки своей мочи но если бы я не прикрыл винера с другого края не уничтожил техники невидимками и если бы по центру я не притащил своих иммолтов фирила и кучи телохранителей с кризисами снесли бы центрального винера вдвоем то есть тут такая позиция неоднозначна я бы не сказал что если поставить 3 компа тау 3 компа косма они победят тау может быть и нет но здесь им было достаточно всего одного хорошего парня который заряжал где надо отдефил где надо проатковал и первым я отношу своего оппонента всех прикрыл себе бамок и теперь пора разбираться понимаете играет селлсор играет моды что винером не вырваться просто такой огромной толпы какие там некроны кто-то писал под одним из видео там я прыгну я там применю обилку значит там салара я там значит фазовый сдвиг сделаю пяти лордов да пока вы создадите тао от вашей базы ничего не оставит если даже вы их создадите у всех пятерых вы сразу не примените да и что вы сделаете против такой толпы ну отъехал ты чуть-чуть назад ну и чего сзади предвестники стоят с базы спамят здесь толпа неубиваемая этих эфирилов со своими телохранителями кучер и молотов которые разбирают абсолютно все и не хватит не хватит энергии банального некрона и со всем этим конкурировать да если у вас там пять рук есть вы может быть сможете постоянно засвечивать и часть войск держать в кавере то есть за счет своих фазовых сдвигов но при этом они тоже дамаг не будут наносить и они и сами не получают и сами не наносят ну и чего и того в итоге будет все больше и больше спамить войск и достигнет такой массы что ни лордов вам не даже этих возрождений не хватит чтобы их сдерживать это лишь вопрос времени когда они смогут подавить и базовый не сможет уничтожить и портуш в максимальном количестве потому что если на базе будет стоять вот такая вот толпа полукруглая они все разбежат все я играл с чуваком специально сделал тест ну там бой неинтересный получился потому что я его снес за Тау против некрона он неплохо играет один на один с высоким тоже приростом вот так же как с винером играли в общем на восьмой минуте я его снес у меня уже было три рыбы молота а у него только-только в общем он построил свое энергетическое ядро и собирался на липу и при этом он говорил что спамить не может так у него не хватает ресурсов либо развития либо соответственно спам если бы он атаковал в самом начале ну да за некрона тоже довольно проблематично один на один на природе минус один винер ну и короче потом он поиграл рыбы молоты пришли был там один засвет после чего соответственно он вывел второго лорда который даже не успел допрыгнуть он прыгнул и сдох в этот момент он не успел даже фазовый взрыв включить его убили за секунду ну вот такие вот дела а если у вас там пять лордов даже с вот кейме вы не успеете всем питью прыгнуть и одновременно применить в разных частях карты и их эпил а это уйдет несколько секунд а за это время их убьют вот такие вот дела космодесант проигрывает причем проигрывает довольно основательно как видите орда Тау была велика здесь огромная куча тут огромная куча я даже подводить не стал я даже не стал выводить здесь кнарлоков хотя я мог это сделать великих кнарлоков кротосов я не стал это делать я не стал больше делать рэп-молд мне было и так достаточно если была бы необходимость обратите внимание какой прирост 341 и 350 это на карте где у меня было 4 точки ну в конце 5 то есть на карте 1 на 1 чаще всего у вас 4 точки тоже есть и будет примерно то же самое вот так что если вы умеете играть за Тау никаких проблем через монтка у вас не бу деться оппонентами единственный шанс других раз против Тау ну это как и на оригинале попытаться их заражить в самом начале если это не прокатит то считайте что вы поиграли и сдержать эту армаду вы ничем уже не сможете давайте посмотрим на результаты ну повторяю кому хочется посмотреть повтор уже у себя на кемпе спокойно с любого ракурса там под любимую мудочку вы можете его купить и без проблем воспроизвести у себя на соусторме на стимовском соусторме потому что на пиратке я не уверен что он воспроизведется предупреждаю сразу на стимовском 100% и так смотрим результаты по армии один из Тау набирает 3185 4765 у меня 2780 у третьего Таусита Космо первый 1060 второй 345 третий 925 подробный отсчет 344 уничтожает один из Тау 478 я 286 третий Тау один из Космо первый 194 второй 80 и 204 третий ну вот 80 тот наверное который был против меня особо много-то я не дал ему там уничтожать своих подразделений хотя не уверен потому что дроидов-то я насоздавал массу и все-таки успели их снести тоже достаточно я не смотрел какой именно из Космодесайнников был напротив меня опять же на повторе отдельно вы можете это посмотреть потерянный юнитов 250 1 из Тау 67 у меня 175 значит Тау третий 422 первый Космодесайнник второй 330 и 342 третий довольно много они создали войск для Космо и в итоге абсолютно бездарно во второй половине боя их послевали по зданиям значит разрушенным 14 1 из Тау 2 из 41 здания разрушает 22 здания разрушает третий Тау 10 зданий разрушает Космо первый второй 5 третий 3 здания здания потеряно 2 у одного из Тау 3 у меня 13 у третьего Тау 24 у первого космодесайнника 26 второго 27 у третьего размерами 475 у первого Тау у меня 340 348 у получается третьего Тау 414 первый космодесайнник 320 второй космодесайнник третий 335 по ресурсам несмотря на то что я построил несколько главок несмотря на то что я построил по-моему у меня было 3 главных здания опять же на повторе вы сможете это посмотреть отдельно 3 главки у меня было было 18 генераторов и тем не менее 75 200 набирает первый Тау 67 с половиной набирая 60 600 набирает третий Тау это который в центре скорее всего был у которого была всего одна главка и кучу точек ему посносили тем не менее вот полуторакратный прирост первый космос 71 300 второй 62 400 третий 59 800 не особо они конечно развились хотя ну ресурсов было такое же примерно количество как и у нас но космодесант хуже Тау на Т4 на нау лимит моде когда Тау играет через манка там просто идет вот этот вот дикий спам рыб молотов и телохранителей это полная жесть и преодолеть это ничем вы не сможете вы там можете конечно фантазировать себе что угодно но я вам говорю что это не прорвать это не это не это не две рыбы молоты там не два танка рыбы молоты которые на оригинале присутствуют ни один там аферил с одним отрядом телохранителей которые и так многих достает здесь их десятки это помножьте вот то что вас достает на оригинале в 10 раз потом еще в 10 раз и вы поймете с чем придется столкнуться да еще и невидимок там 50 отрядов которые вы просто ничем не сможете убить играя за гварду там многие скажут я шейкерами буду стрелять да да стреляй и чего у тебя будет 10 василисков пока ты там по каждому прокликаешь у тебя пройдет там минимум 10-15 секунд за это время прыгнет 50 невидимок и от этих василисков останется воспоминание даже если их утыкать турелями псайкерами там и прочей лабудой и все и дальше опять же контратака рыбой молотами и до свидания и ферила пойдут кидать свои там орбитальные эти удары по технологиям 2-800 один из ТАО у меня 740 2-10 93 ТАО 2-10 960 один из космодесантников первый второй 2200 третий 2110 и по общему счету 81-200 у первого ТАО Винера у меня 730 65,5 третий ТАО первый космос 75,3 второй почти 65,000 и третий 62,800 довольно равный был бой хотя вторая половина была естественно за ТАО и по времени 25 минут 51 секунда ну для 3 на 3 на ну лимит моде вполне себе нормально снесли буквально за 3-4 минуты мощная контратака до этого не сопротивлялись потом слили войска не успели нас в память и до свидания вот такие вот дела надеюсь что данное сражение вам понравилось оно показало мощь ТАО и многие вопросы у многих теперь я думаю отпадут ну и конечно истинная мощь ТАО откроется в бою один против трех хаоситов на карте Castle Defenders если данное видео вам понравилось не забывайте поставить лайк подписывайтесь на канал если еще не подписаны на мой основной на дополнительный вступайте в нашу группу ВКонтакте оставляйте свои комментарии на сегодня все с вами был Крестоносец увидимся в следующих видео всем удачи всем пока пока